Такое решение принял сегодня суд в Киеве. Бывшего президента Украины обвиняют в госизмене. Сам он на заседание не явился. Причем это второе заседание по существу. И в прошлый раз Янукович обещал присутствовать по видеосвязи. Но и этого не произошло. По словам адвоката, экс-президент не участвует в процессе, поскольку его не вызвали надлежащим образом. А приезд в Киев для Януковича это, цитата, угроза жизни. При этом защита планирует вызвать около 200 свидетелей. Сам обвиняемый за очный процесс называл незаконным. По мнению прокурора, от участия в заседаниях Янукович отказывается умышленно. Экс-президента Украины обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, государственные изменения и введение агрессивной войны. Сам Янукович, который бежал в Россию после гибели протестующих на Майдане, обвинение отвергает. Присяжные по делу Бориса Немцова сегодня продолжают обсуждать свой вердикт. Они совещаются уже третий день. Вчера это продолжалось около восьми часов. Вечером у членов камелегии возникли технические вопросы, в том числе о том, как заполнять листы. Если они за три часа не приходят к консенсусу, что скорее всего, тогда на четвертом часу они начинают голосование. Думаю, что через 4-5 часов мы наконец получим некие вердикты. Позавчера, перед началом обсуждения, судья удалил из коллегии двух присяжных. По его словам, они нарушили порядок работы. Всего же коллегия должна вынести вердикт по 26 пунктам. И главный из них – доказана ли вина каждого обвиняемого в убийстве Бориса Немцова. Прокуратура просит признать всех фигурантов дела виновными, а адвокаты наставят, что прямых доказательств нет. Всего на скамье подсудимых 5 человек. Все они выходцы из Чечни. Бориса Немцова, напомню, застрелили вблизи Кремля в феврале 2015 года. Его близкие считают, что убийство не раскрыто, а организаторов надо искать в руководстве Чеченской республики. В Кремле накануне заявили, что поиск заказчиков продолжится, но может занять годы. Лаборатория Касперского назвала обвинения в связях с Кремлем неприемлемыми и голословными. Ранее Сенат США предложил запретить военным использовать продукты этой компании. В Соединенных Штатах опасаются, что лабораторию Касперского может контролировать Кремль. Но в организации ответили, что они, цитата, «не содействовали правительству какой бы то ни было страны в кибершпионаже». Накануне сотрудники ФБР также посетили дома работников лаборатории в США. Но имеет ли это отношение к расследованию возможного вмешательства России в американские выборы, неизвестно. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в Совет директоров КАМАЗа. Уже два года бывший министр работает в руководстве госкорпорации Ростех. И пять лет назад, напомню, Сердюкова отправили в отставку в связи с громким делом оборонсервиса. Бывший министр был фигурантом дела о халатности, но его амнистировали. Основных фигурантов дела оборонсервиса при этом освободили досрочно. Одному из ближайших советников Папы Римского предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. Кардинал Джордж Пелл заведует финансами Ватикана. Он третий человек в католической церкви. Сексуальных скандалов с представителями такого ранга никогда не было. Имена потерпевших и суть дела не раскрываются. Обвинения предъявлены в Австралии. Известно, что Пелл служил там в 70-е годы. Сам он обвинение отрицает и планирует дать показания. Ранее Пелла уже обвиняли в том, что он пытался взяткой скрыть домогательство другого священника к детям. Теперь на время расследования кардинал ушел в отпуск. Я жду возможности, наконец-то, защитить свое имя в суде. Я не виновен. Это ложные обвинения. Мне неприятна даже мысль о сексуальных домогательствах. Я постоянно держу Папу Римского Франциска в курсе развития моего дела. В Соединенных Штатах усилили меры безопасности на всех авиарейсах, которые прибывают в страну. Речь идет о тщательном досмотре пассажиров, а также сканировании компьютеров и телефонов. Особое внимание уделяют поиску взрывчатки. Нововведения затронут почти три сотни аэропортов в ста странах мира. А с марта пассажирам, которые летят в Америку из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, запрещено проносить на борт любую электронику крупнее мобильного телефона. Сборная Чили в полуфинале Кубка Конфедерации по футболу обыграла Португалию. Основное дополнительное время на Казани арене закончилось без голов. Началась серия пенальти. Вратарь чилийцев Клаудио Брау отразил три подряд удара с точки. Очередь до пенальти Криштиану Роналду даже не дошла. Теперь португальцы, которые считались главными фаворитами, поборются лишь за третье место. А второй финалист определится сегодня в Сочи. В 9 вечера там сыграют Германия и Мексика.